На канал Экзекет поступил вопрос, почему православные мало читают Библию? Ну, я думаю, что наш канал Экзекет частично на вопрос отвечает, не так уж и мало, все-таки мы любим, читаем. Раньше, еще сто или даже чуть меньше лет назад, было принято читать Библию, читать Священное Писание с благоговением. Многие святители имели библейский час и учили о своих посомах этому, и в день тратили какое-то время на изучение Библии. Кто-то из священников сравнивал новомучеников и людей нашего времени. Ведь это же такие же люди, которые жили совсем недавно, которые от нас мало чем отличаются, но все же отличие-то есть. А в чем отличие? Ну, прежде всего, это были люди Писания. Они знали Писание, любили Писание, читали Писание, жили по Писанию. А мы люди гаджетов, зачастую бываем. Люди айфонов, люди телефонов, люди компьютеров и так далее. И у нас все это размывается, рассеивается. Я помню встречу у замечательного батюшки, батюрея Михаила Труханова, когда приходили разные люди к нему, и приезжали со всей России и пожилые старого поколения. Вот он рассказывал, помню, сидят рядом, там какие-то люди знакомые, незнакомые, все в перемешку. И батюшка говорит, вот какая-нибудь там Пелагея обращается, там Ситкань, бабушка старенькая. Вот она прочитала Библию 20 раз, а вот Мария всего 15 раз прочитала всю Библию, от корки до корки. И всегда спрашивал, а вы Библию читали? А вы сколько раз прочитали Библию? Сколько раз вы прочитали Библию? А вы читали Евангелие от всех четырех евангелистов, а ветки завета и так далее, и так далее. И всегда батюшка одно и то же говорил, читайте Слово Божие, читайте, читайте, вчитывайтесь, вчитывайтесь, там огромное количество мудрости. И не только читайте, но и поступайте, потому что вы читаете. Он рассказывал, в случае из лагерной жизни, он сидел 15 лет за исповедение веры во Христа в цельничьих лагерях, и говорил, что вот представьте себе большую камеру, и шум, гам, ругань, кто-то кого-то бьет, кто-то возмущается и так далее, дышать нечем, душно, перепляс какой-то, смех нездоровый и так далее. И он говорит, меня просят прочитать Евангелие. Я начинаю читать громко слова Евангелия, а батюшка знал Евангелие наизусть, многие вещи. И старший пока говорит, тихо, всем слушать. И тишина смолкает все, прекращается ругань, перепляс, прекращается шум, гам, и в камере тишина. Слушают все, и уголовники, и неуголовники, и политические, верующие, неверующие. Слово Божие имеет силу, имеет особую власть. Все стихает, все стихает. Поэтому, когда мы говорим между собой, когда нужно что-то донести до другого человека, хорошо знать Священное Писание и говорить словами Священного Писания, что-то наизусть даже. Потому что такое слово, оно бывает всегда авторитетным. И какой бы человек ни был, какого образовательного уровня, он всегда услышит, душа его услышит. Это всегда убедит. Поэтому так важно читать, знать Библию, читать ее, может быть, с карандашиком, помечать какие-то важные вещи для себя. То, что пометится, то потом и запомнится лучше. В любом случае нельзя оставлять себя без духовной пищи. Если мы не читаем Слово Божие, тогда у нас получается не диалог с Богом, а монолог. То есть мы Богу говорим, а Господь нам говорит, а мы не хотим это слушать. Мы не слушаем это. Мы не читаем Священное Писание, не вчитываемся, не вслушиваемся Слова Божие. У нас нет Богообщения. Поэтому и нужно учиться читать Библию. И пусть каждый спросит себя, сколько раз он прочитал Библию от корки до корки. Если этого не случилось, давайте начнем это сделать, это делать. И пусть Слово Божие станет для нас таким кладезем мудрости, духовной силы и основой нашей веры, помимо священного предания. И апостол Павел говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Продолжение следует...